С новой крыши жизнь в этом доме стала поинтереснее. Старая полностью сгорела во время пожара в июне. Тогда говорили, что причина возгорания – замыкание электропроводки. Временную кровлю жителям пришлось делать своими силами. Также почти два месяца в квартирах жили без электричества. Не зарядить телефон, не купить продукты с коротким сроком хранения. Офигеть! Это сильно большой стресс и для здоровья в том числе. На новой крыше организовали систему водостока. Раньше ее не было. Утеплили. Вместо профнастила здесь был шлак в перемешку с голубиным пометом. Есть люди, у которых есть вопросы. Я-то вообще-то не специалист. Здесь надо было, чтобы профессионально кто-то оценил вот эту всю деятельность. Недоделки были. Что-то там, допустим, фановую трубу приподнять где-нибудь. Где-то уголок подогнуть. Все замечания устранили. На старой кровле не было ни трапиков, нельзя было зацепиться. В принципе, выходить было опасно. Не было ни ограждения, ничего. Здесь, на данной кровле, можно с полной безопасностью выходить и чистить снег зимой. Она тоже была такая, как покатая? Да, была покатая, но сделана была неправильно. Конечно, жители дома надеялись, что новую крышу им установят за счет некого резервного фонда местной администрации. Но там сразу дали понять – денег нет. К тому же, по закону, все работы должны провести за счет средств фонда капитального ремонта. Крыша обошлась более чем в 4 миллиона рублей. А вот электропроводку жильцы устанавливали на свои деньги – по 5 тысяч с каждой квартиры. Насколько мне известно, здесь живут и пенсионеры, но суммы достаточно большие. Я понимаю, что это общедомовое имущество, и, в общем, это их дом, но все-таки не было возможности как-то помочь жителям. Почему было? Мы пригласили из Заринска представителей регионального оператора. Они составили смету, предложили им свои услуги. Жители отказались, они нашли своего подрядчика, их не устроила цена. Вряд ли всех устраивают и новые тарифы по капремонту. Здесь нам объяснили, теперь вместо 500 рублей в квитанции – тысяча. При этом расплачиваться за крышу в кредит жители будут до 2043 года. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.